Вопрос от Хадатайского. Мы уже предварительно на Жуковского 4 смотрели. Всего и навсего это пойдет письмо Хадатайского на депутатскую комиссию профильную, коммунально-земельную, которая будет потом эти вопросы все рассматривать. Что было? Север Иванович, моя позиция такая. Для того, чтобы я Хадатайского должен посмотреть, по месту, чтобы правильно... Хорошо. У кого вопрос есть по месту? Я могу объяснить. Я могу сразу обратиться в арендную комиссию. Обратятся, безусловно. То есть здесь мы выполномачиваем заместителя огородной комиссии, которая может сделать письмо и тогда же. Сказать, не больше. Поэтому я опять прошу битой. А что там? Я рассказываю. Это бывшая первая СУ Жуковского 4. Помните, да, где это находится? Направление движения Гургаз по улице Чикавова. На левую сторону бывшая сельхозхимия. На правую сторону находилась ремонтно-строительного управления. Это было одно из подразделений бывшего производства жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления. Где находился гараж, находилась рембаза, находилась строительная группа вся. На сегодняшний момент этот объект сдается в аренду не полностью. Не всем комплексам, а сдается частями, там, боксами, гаражами, примещениями и так далее. Действие аренды у нас заключается не более двух лет, одиннадцати месяцев и двадцати девяти дней. Вот, не больше, не меньше. Теперь дальше идем. Следующее. На сегодняшний момент там помещение есть, на которое претендуют ребята, которое находится без отопления, без коммуникации каких-либо. Без света, без всего. Они берутся за свой счет все это сделать при помощи волонтеров и всего остального штаба. Я помню сессию, я помню с вопросом, приходили и решали его положительно, вы взялись за эту работу. Но я помню со словом пана Кирингаева, что вопрос с собаками очень сложный вопрос. Его просто окричать нельзя. Давайте мы идем дальше. Мы сейчас... Ну, именно 6 минут. Сейчас я вернусь немножко, да? Вот вопрос, возвращаясь к собакам. Из всех желающих, которые были в 14, 15 и 16, на сегодняшний день нет никого. Есть люди, которые продекларировали свои желания, но не больше, да? На сегодняшний день есть ребята, которые готовы это сделать. Нам надо просто сделать, руку помощи протянуть. Или мы будем продолжать работать с Харьковом, который там так или иначе вызвал. Поэтому я предлагаю поддержать здесь своих. А это всего лишь письмо Харькова, а не больше нет. Для заметки, Харьков прислал к своему коммерческому предложению, 1400 одна собачка. Я прекрасно понял, что действительно не ориентарен. Просто и остро, она начинает играться в этом направлении. Ну и мало того, я хочу... Мы хотим поучаствовать в этом конкурсе, и там разыгрывается сумма от 10 тысяч евро до 50 тысяч евро. Но нам нужно как бы, чтобы участвовать... Это не 100%, что мы его выиграем, но суббич, как бы хотелось бы эти средства сюда, в Мелитополь. И еще, я хочу сказать, что это помещение, которое мы просим, и которое будет использоваться, оно соответствует всем требованиям законодательных. То есть, это до жилого массива, там, 300 метров, это как бы, ну, необходимо... А санитарно, мы все-таки, да, вернулись к этому вопросу, когда там будет жильцеш, рядом, жилой сектор. На каком расстоянии этого помещения? Вот там, где будут именно размещены вольеры, это более 300 метров. То есть, собрать не надо? Ну, в общем, ну, как раз, по-разному. Нет, ну, это не правильно. Вы сейчас не принимаете решение сдачи... Ну, смотри, у меня есть... Вы решение российской... Да, это вот за горожанами, которые стоят поперек, аж за ними, к ним примыкает территория водоканала, рембаза водоканала. Жилой квартал находится, частная застройка, бог знает дело. Там в этих вольерах как раз собаки были когда-то. Смотрите, арендная комиссия будет определять экономику. Средизообразно, если это очередь, будет выставляться, может быть, через конкурс. Это второй вопрос. От комиссии ЖКХ требуется, что это важная проблема, и ее надо поддерживать. В городе больше вариантов, решений, вопросов. На сегодняшний день никто не предлагает. Вот это надо. Просто поддержки этой идеи. Никто не говорит, что ваше решение приведет к сдаче в аренду. Это будет, действительно, арендная комиссия решать. Ну, сейчас, конечно, нет денег, но они и решат, я думаю. Но, насколько я знаю, в земельной арендной комиссии там есть тоже присутствует оппозиционный блок. И он не станет решать.